Здравствуйте, друзья. Я хочу записать видеообращение, видеоответ одному журналисту по имени Анатолий Сулейманов. Он работает в агентстве БАЗА. Он записал видео про азербайджанцев, а как этнический азербайджанец я хочу ему дать ответ. В своем видео он рассказывает, что азербайджанцы притесняют русских. Азербайджанцы так, азербайджанцы сяк. За счет России живут азербайджанцы, за счет матушки России все азербайджанцы купили мерседес и так далее и тому подобное. И у него какая-то ненависть к азербайджанцам. Я не могу понять откуда происходит эта ненависть. Хотя он работал в Live News с армянами, там очень много армян. Скорее всего оттуда происходит его очень пренебрежительное отношение к азербайджанцам. Я хочу ему сказать, что азербайджанцы в России очень много. Их больше трех миллионов и они граждане России во-первых. Они не просто азербайджанцы, они граждане России, они часть России. И он говорит, что русский народ это народ, который фундамент России. За счет русских все держатся, все держатся. И если бы не русские были, все другие народы, наверное, друг друга перебили. Я думаю, что это очень неверное осуждение и докажу, почему это неверное сейчас. Во-первых, если бы не азербайджанцы, если бы не азербайджанская нефть, ты, дорогой мой, все твои родственники закручили бы шурупы, гайки, болты на заводе BMW Mercedes. Объясню, почему. Бакинская нефть давала 80% всей нефти тогда. Вся нефтянка, вся промышленность держалась за счет азербайджанской нефти. Война была выиграна из-за азербайджанской нефти. Семнадцать миллионов тонн было, в общем, за эти четыре года. Из них четырнадцать миллионов тонн было произведено в Баку. Было, кроме Баку, еще два нефтеприровочного завода. Но они были там мизерные какие-то поставки. Плюс Сталинградская битва, дорогой мой. Букен была выиграна. За счет чего? За счет того, что азербайджанские нефтяники придумали способ транспортировки нефти через Каспий. Тебя надо в исторической книжке прочитать, чтобы ты понял. Если ты этого не понимаешь, если этого не знаешь, то я тебе еще такую вещь скажу. Тринадцать городов есть. Города-герои. Все они славянские. Почему нет ни одного города неславянского? Почему Баку не город-герой? За Баку была выиграна война. Я тебе только что показал почему. Никакого второго Баку быть не может. И все мысли Гитлера были о том, чтобы захватить Баку. Когда немецкие войска взошли на северокапказские вершины, он начал ругаться, что мне не нужны эти вершины, мне нужен Баку. Потому что за счет Баку воевала вся армия, вся советская армия. И сураханская-балаханская нефть была настолько чистая, она до сих пор чистая, что она автоматически через сито заливалась в танки, в самолеты и так далее. То есть мы сыграли исключительную роль в войне. Естественно, никому из командования не было выгодно, чтобы Баку стал городом-герой. Это отношение к Азербайджану, к азербайджанцам, к Баку. Что это за отношение такое? Я тоже могу сказать. Вы, русские, с предубеждением относитесь к нам, к азербайджанцам. Давайте города-героя. Сейчас я сделаю пяти. Да, у русского народа огромное количество плюсов, сильных сторон. Но нельзя говорить, что восточные народы и азербайджанцы, они недостойны жить в России. Вот ты этого хочешь добиться. Поэтому я тебе рекомендую почитать исторические книги, немножко разобраться. Я тебя приглашаю в Баку, в Азербайджан, чтобы мы с тобой погуляли. Я специально говорю, знаешь, на бакинском акценте. Могу говорить без акцента тоже. Просто на чистом русском языке. Приглашаю в Баку, приезжай, мы с тобой пообщаемся. Я тебе покажу все. Я тебе лекции проведу, объясню, что к чему. И надеюсь, что ты поймешь, что ты не прав. У тебя такое истерическое настроение. Азербайджанцы, что они тебе сделали? Азербайджанцы друг друга казнят, ничего, нормально. А вот русского тронули. Если даже русский не прав, русского нельзя трогать. Да? Это что за отношения? Ты что, хочешь столкнуть два народа? Не положи. Я хочу, чтобы был мир во всем мире. Мы соседи, мы живем рядышком. Давай будем друзьями. И приезжай в Баку, я тебе все расскажу, все объясню. Ты па любишься зербайджаном. Ты па любишься зербайджаном. Удачи! Я хочу тебе сделать это время.